такого трансформера у меня еще не было приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова и в сегодняшнем видео я хочу представить вам несколько работ вернее несколько вариантов этого просто потрясающего трансформера я очень люблю трансформеры кто со мной давно на канале те об этом знают очень люблю простые и универсальные вещи так вот такого трансформера у меня еще не было я насчитала в этих трех вещах которые вы сейчас видите у себя на экране шесть вариантов те которые можно применить вот из этих трех вещей сделать шесть вариантов ношения вот этих вещей и что самое удивительное что вот эти вещи может связать любая начинающая вязальщица все очень очень просто есть мастер-классы у меня на канале самое сложное для меня это было вот это горловина я сделала ошибки несколько ошибок но потом поняла в чем дело переделала поэтому вы наверное уже не сделаете таких ошибок как я будете учиться на моих ошибках поэтому мои дорогие начинающие вязальщицы этот трансформер для вас поделюсь что я последние два дня не вылезай из этого трансформера вчера к жилету и джемперу прибавилась еще вот такая шапочка и получился просто универсальный комплект сейчас я вам расскажу тонкости вязания я сделала технический рисунок и кому интересно присоединяйтесь я все расскажу и покажу ну и конечно же во второй части видео все это продемонстрирую на себе и так давайте напомню что спонсором этих проектов теперь уже проекта был замечательный интернет-магазин пряжа су в котором у вас есть пятипроцентная скидка до 26 февраля к тому же сейчас в этом магазине просто сумасшедшие скидки на пряжу сиам ну а эти три вещи я вязала из этой потрясающей пряжи белсаида мини это итальянская пряжа от кутно и артикул у меня здесь был восемьдесят шесть шестьсот сорок один этой пряжи всего было у меня 500 грамм внимание 500 грамм и три вещи три вещи которые можно носить в шести вариантах и теперь давайте задумаемся дорого это или дешево мне все писали что это дорогая пряжа да девочки я соглашусь это дорогая пряжа если смотреть на моточек кстати со скидкой моточек этой пряжи в 50 грамм будет стоить для вас по моему триста тридцать один рубль так она стоит 349 рублей 331 рубль у меня было 10 моточков это значит три тысячи триста десять рублей получается так и вот я считаю что это совершенно недорого если учесть что получилось три вещи 3300 рублей на мой взгляд это для такой пряжи это недорого ну а теперь давайте подробнее расскажу об этих трех вещах ну а на жилете и джемпере он же жилет как в том кино да москвозь лиза мне верит он же гуша саша так вот вот этот жилет который с легкостью превращается в джемпер весит 240 грамм значит сто семьдесят пять грамм ушло на рукава к этому жилету который потом превращается джемпер и приблизительно 87 грамм я посчитаю взвесила шапочку но сюда я еще добавила вот такую кашемировую ниточку и шапочка вязалась белсаидой мини в два сложения плюс вот этот кашемир ой но опять эти вот шерсть моих любимцев моих животных я этот кашемир покупала в твидру вот такой интернет магазин и здесь состав вот вы видите значит мерино 45 процентов кашемир 25 процентов и вискоза 30 процентов но я не знаю какая здесь вискоза ниточка вообще не тянется 800 метров на 100 грамм и очень такая смешная цена была я сейчас хорошо что я написала 240 рублей 50 грамм представляете я считаю что для такой пряжи это тоже очень хорошая цена так вот здесь значит белсаида мини в два сложения плюс вот этот кашемир посмотрите как красиво смотрится вот этот простой незамысловатый узор когда ниточка толстая ну то есть мы видим вот джемпер вязался нитью в одно сложение белсаида мини это выглядит вот так но здесь больше блеска а здесь вязался но может быть потому что я кашемир добавила наверное скорее всего поэтому здесь немножечко выглядит по-другому кстати шапочку я еще не стирала в общем выглядит вот так и 1 и резиночка 2 на 2 но а шапочки мы поговорим немножко позже а сейчас я вам расскажу и покажу технический рисунок вот этого шарфа рукава который можно одевать как снизу потом сверху жилет так и прям сверху на жилет смотрится и так и так красиво ну а теперь давайте подробнее расскажу все-таки как я вязала вот этот шарф рукава вот он такой длинный я нарисовала технический рисунок напомню что весит 175 грамм вот эта вещь и теперь давайте рассмотрим технический рисунок потому что я знаю что многие из вас захотят связать эту красоту поверьте очень эффектно смотрится я вам все продемонстрирую и так вот он технический рисунок этой вещи начинала я вязать на круговых спицах повторюсь что я вяжу на двух парах круговых спиц я не использую чулочные спицы вот эти 5 чулочных спиц я вижу на двух парах круговых спиц попробуйте очень очень удобно и так 44 петли у меня в начале дальше пошла резиночка 1 на 1 провязав где-то 7 сантиметров но здесь вы можете сами вы можете вообще длинную резиночку сделать и у вас будет уже другая модель это на ваш как говорится вкус и так провязав 7 сантиметров резиночкой один на один я прибавила петли и у меня получилось в итоге 66 петель как я это делала значит смотрите вот чтобы не нарушать структуру узора я из одной изнаночной резинки я вывязала 2 изнаночных чтобы выйти вот на этот узор где одна лицевая пышная ее так называю и 2 изнаночные вышли на этот узор и у меня получилось в итоге 66 петель дальше я просто вязала вот этим красивым узором как его вязать есть на канале ссылки конечно же все я пооставляю я провязала 50 сантиметров это мои 50 сантиметров вот вы видите от начала резинки не вот отсюда а вот самого низа резинки у меня 50 сантиметров вот до подмышек и дальше я разделила полотно ну то есть стала вязать не по кругу а обратно поворотными рядами сделав свою вот эту кромочную пышную или как и ее еще двойной называют ну в общем вот она моя кромочная с накидом посмотрите какой красивый получается край вот никаких петель я не добавляла не прибавляла ничего не делала просто разделила полотно и пошла вязать обратно поворотными рядами туда сюда так скажем да провязав 68 сантиметров от точки где я разделила полотно пошла вязать обратно поворотными рядами уже не по кругу у меня здесь 68 сантиметров дальше опять вернулась на круговое вязание и провязала ответную часть те же 50 сантиметров потом убрала вот эту лишнюю петлю то есть из изна из двух изнаночных провязала одну изнаночную и вышла на резиночку один на один и закрыла петли самым обычным способом самым обычным теперь как вам рассчитать ваше что такое вот эти 68 петель чтобы вы понимали 68 петель ой петель простите 68 сантиметров конечно же 68 сантиметров вот это вот так скажем прорезь это наша спина и плюс вот это расстояние от рукава то есть мы же здесь связали до подмышек до подрезов если бы это был джемпер так скажем но я прям плотненько вязала чтобы вот это у меня никуда не падала сидела на плечах хорошо и так скажем не шевелилась поэтому четко до подмышек никакой спущенный рукав ничего четко вот до точки подмышки и дальше нам нужно провязать еще но так скажем если посмотреть на рукав окат рукава да то есть вот в эти 68 сантиметров входит ширина вашей спинки и окат рукава с одной и с другой стороны имейте это ввиду что это не ширина спины а то вы померяете ширину спины и решите что вам хватит нет в этих сантиметрах у вас и ширина спины и плюс окат рукава если бы вы вязали вашу ну рукав как обычно вот но вот в принципе и все да не сказала еще про ширину рукава никаких убавок никаких прибавок ширина рукава вот это у меня 18 сантиметров если вы хотите рукав шире тогда вам нужно вот здесь изначально набрать не 44 петли а допустим 50 петель да но учтите что эти 50 петель у вас превратятся если вы будете вязать таким узором еще плюс 25 петель то есть вы будете вязать вот здесь на 75 петлях поэтому 50 петель я думаю это много хотя кто знает какой рукав ширины вы захотите естественно если вы будете набирать допустим вот 44 ну допустим ну сколько 46 петель 46 делим на 3 это получается 23 петли и вот прибавляйте 46 и 23 сколько там у нас получается 69 ну что то такое короче учитывайте что вот когда вы будете увеличивать петли у вас естественно будет увеличиваться ширина рукава поэтому вот здесь нужно сразу рассчитать сколько петель набрать изначально вот мои 44 петли дают мне ширину рукава 18 сантиметров вязала я здесь значит резиночка у меня шла нитью в два сложения белса и домини дальше я пошла вязать нитью в одно сложение так смотрится гораздо красивее вот я сейчас вам покажу потому что уже был опыт вязание горловины нитью в одно сложение мне не понравилось вот видите как красиво то есть вот эта резиночка должна быть более плотной я вязала нитью два сложения дальше пошла вязать нитью в одно сложение это тоже нюанс и я вязала здесь спицами три с половиной миллиметра вот в принципе и все по этому по этой вещи шарф рукава кстати этот шарф рукава можно еще одевать как челму можно одевать как шарф и можно одевать как рукава то есть одеваем жилет с этими рукавами и у вас получается джемпер ну я вот специально сейчас вам стану так скажем долго держу камеру на этом техническом рисунке возможно кому-то пригодится как рассчитать свой размер естественно он будет отличаться от моего не все же люди такого размера как я так об этом я рассказала теперь перейдем к шапочке расскажу как я вязала шапочку и так шапка самая обычная самая простая не хотела я никаких выкрутаса мне как-то захотелось простоты ну и чтобы это все гармонировала чтобы это был комплект и так здесь я вязала на спицах четверка то есть увеличила размер спиц на 96 петлях я провязала вот здесь вот и резиночкой 2 на 2 нитью в два сложения белсаида мини и повторюсь добавила еще вот этот кашемир никаких здесь нет увеличений сокращений нет сокращение одно сейчас вам расскажу вот провязав резинкой вот сюда но почему я вот так сделала я боялась что мне не хватит пряжи хотя возможно даже может быть и было бы лучше если бы я связала вот таким узором так что имейте в виду можно там связать узкую резинку а потом пойти вот таким узором но я уже перевязывать не не буду мне нравится шапка вчера ходила на работу в общем все классно и смотрится хорошо и одеть можно по-разному и так связав резинкой 2 на 2 вот это вот расстояние я уменьшила теперь теперь уменьшила петли то есть вы видите там где было две лицевых я сделала вот одну лицевую и дальше 2 изнаночные 2 2 лицевых из двух лицевых сделала одну и 2 изнаночных чтобы выйти вот на этот рисунок и посмотрите ширина шапки не изменилась потому что вот этот рисунок очень увеличивает полотно в ширину я думаю, что она постирается она еще вот здесь увеличится так что это имейте ввиду и дальше просто пошла вязать вот этим рисунком но это же еще не все я же из этой шапки тоже сделала трансформер мои хорошие тут трансформер в квадрате если не в кубе посмотрите, что я придумала я сейчас вот развяжу вот этот бантик здесь зафиксировала вот такие вот у меня были на Алиэкспресс заказывала пуговички, можете бусинки можете еще что-то не было у меня под цвет, возможно потом все это дело поменяю и эта шапка с легкостью превращается в снуд сейчас я развяжу и покажу вам посмотрите, какая прелесть ничего я нигде не сужала это мы сейчас смотрим изнанку и посмотрите, что эту шапку можно носить и с другой стороны то есть вот эта изнанка понимаем, да? вот я вам показывала вот эту сторону но эта изнанка также может являться лицом здесь собираем затягиваем вот эти вот две ниточки и у нас и прячем их в другую сторону и получается тоже шапка но уже вот с резиночкой два на два но это не совсем резинка два на два здесь мы видим получается одна изнаночная но выглядит это как резинка два на два что я делала здесь здесь я просто в открытые петли почему я не закрывала мне нужна ширина вот здесь внизу мне нужна ширина чтобы вот это было вверх а это хорошо лежало по шее и спускалось так скажем немножко ниже у меня же это шапка снуд понимаете? поэтому вот в эти вот петли открытые я просто продела шнурочек последнюю петельку я зафиксировала и все у меня готовый снуд все это покажу на себе вот смотрите видите как это смотрится это мы конечно же одеваем под горлышко здесь у нас резиночка два на два все очень красиво а вот здесь более широкий низ почему вот еще раз повторюсь не закрывала петли чтобы это ничего не стягивало а лежала очень красиво ну так скажем чуть чуть ниже шеи такая вот снуд манишка получилась очень короткий и очень комфортный здесь потом затягиваем ну сейчас одной рукой я другой держу камеру девочки все делаю в таком скоростном режиме чтобы не монтировать видео потому что мне сегодня в 12 нужно выйти из дома на работу ну думаю все понятно вот так вот стягиваем и у нас получается шапка вот еще один трансформер шапка снуд решила вам показать что шапка хорошо держит форму можно носить и с отворотом но мне не очень так идет если вам идут такие шапки то можно немножко больше провязать у меня просто ну как бы не было пряжи остатки я боялась что мне не хватит вот она держит форму все что у меня осталось от билсаиды мини это вот то что я распускала горловину когда перевязывала вот вот этот вот вот эта ниточка больше у меня ничего не осталось я всю пряжу использовала под ноль и еще сейчас вам еще кое-что покажу нашла вот такой кусочек норки было старое пальто у меня я из этой норки сделаю либо помпон который можно вот сюда будет одевать в нужный момент очень красиво смотрится либо вот как цветочек сбоку тоже очень красиво смотрится это я к чему говорю что не выбрасывайте никогда никакие кусочки меха я сейчас здесь просто собрала это вот на иголочку ну это будет брошь я вам конечно же когда я все это дело сделаю обвяжу это будет вот такая красивая брошь к этой шапочке так что вот шапочка из такой спортивной превратится в более такую ну я не знаю женственную что ли более такую винтажную ну брошь конечно же будет отстегиваться пристегиваться и можно сделать вот я говорю вот здесь вот этот помпончик тоже очень-очень красиво будет смотреться с отворотиком тогда в общем красота красивенная так что мои хорошие я настолько довольна я не ожидала что у меня получится такой комфортный и универсальный трансформер который можно носить по-разному кстати жилет я вчера носила с джемпером белый снег тоже вам покажу в общем вяжите и вот эта дорогая пряжа покажется вам совершенно недорогой а более того я бы сказала очень даже дешевый если учесть что из 500 грамм получилось вот три такие замечательные вещи вот такой трансформер во-первых вы такой трансформер нигде не купите ну а комфорте когда вот это вы одеваете я конечно же вам просто могу передать свои чувства какая это мягкость какое это облачко легкость и в то же время теплота ну а сейчас пойду готовиться к видео сессии чтобы продемонстрировать вам то что я вам сейчас показала на столе итак друзья первый вариант это жилет и джемпер белый снег вот так вот это выглядит на мне я просто очень довольна вот именно этим вариантом белый цвет очень хорошо освежает просто красота красивенная Лешик ты пока не отключайся сейчас я возьму не отключайся значит дальше чтобы сэкономить время наши рукава если у нас есть джемпер теплый снег мы можем носить как шарф как снуд ну и конечно же можем одеть нашу шапочку сейчас я повернусь к вам спиной посмотрю в зеркало вот так вот это смотрится красота красивенная и она спасет мир сейчас померяю эти рукава без джемпера и так скажем чтобы вот здесь вот был V-образный вырез так сейчас сейчас еще вам покажу еще одну вещь как можно спрятать рукав в рукав и получается вот такой вот снуд то есть если мы не хотим шарф мы можем легко из этих рукавов сделать снуд посмотрите как красиво это смотрится но где можно купить такой комплект за 3300 рублей я думаю что нигде очень красиво и очень стильно и так дальше идем дальше и так друзья наш шар превратился в рукава и это смотрится совершенно по-другому я одела рукава ну то есть сверху одела жилет так скажем снизу рукава вот здесь вот нужно немножечко зашить я зашила ну чтобы не слишком широко здесь было но но и не слишком вот так все это выглядело то есть вот здесь вот отрегулируйте вашу вашу ширину проймы сейчас вам покажу как шапка подойду поближе то что я вам рассказывала потянем за веревочку дверца откроется сейчас немножко здесь запуталась пуговица то есть я здесь просто развязываю этот бантик на шапке и он превращается в снуд главное не сделать узел вот все развязали вот видите здесь самое главное вот эту ниточку которую вы будете вставлять в открытые петли сделать побольше чтобы она хорошо вот здесь раскрылась чтобы снуд принял вот такую вот здесь было широко и была была ниточка которая нам даст возможность раскрыться так скажем снуд сейчас примеру вот видите то о чем я говорю вот все он лег поскольку у нас здесь V-образный вырез но у нас конечно нет шапки теперь но я думаю что переживем мы можем одеть другую шапку и у вас получился джемпер под горло и с рукавами то есть мы утеплились это даже можно сделать вот так посмотрите какая красота вот так вот шапка превращается в такой прекрасный снуд кстати я вот такие снуды короткие люблю больше почему потому что вот это несколько оборотов вокруг шеи не дает никакого тепла вот здесь это чисто согреть плечи но поскольку когда у меня мерзнет горло шея я мерзну вся поэтому вот такие короткие снуды это вот у меня уже второй снуд мне нравится больше в принципе мы можем сделать шапку эта идея только сейчас пришла мне в голову то есть шапку мы превратили в снуд а рукава сейчас превратим в шапку ну вот готова и шапка я ошиблась когда говорила что это шесть вариантов их гораздо больше я не знаю что завтра мне еще взбредет в голову возможно я еще придумаю еще какой-нибудь вариант ну а вам я всем желаю легких петель неимоверного полета фантазии я вас всех очень люблю обнимаю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока субтитры субтитры субтитры